Всем привет, меня зовут Павел Белинский и сегодня будет рубрика простые ремонты. Буквально на днях у меня была шабашка, где мне пожаловались на то, что не работает светодиодная лента, а точнее она перестала работать. Первое, что обязательно нужно проверить, это есть ли наличие напряжения, после чего мне подсказал еще и сам заказчик, что он откинул проводок, потому как светодиодная лента моргала. Если она моргала, то скорее всего проблем с питанием, иначе никак. Собственно я взял, снял блок питания, ну и перед тем как его снять, услышал, что он тикает, если он тикает, значит не запускается блокинг-генератор, и проблема, действительно, скорее всего, с чем? Правильно, с конденсаторами. Я снял блок питания, при заказчике его разъербанил, достал колбочку одного из электролитов, доказав ему, что проблема с питанием, и его еще можно отремонтировать. Предложил либо отремонтировать, либо купить новый, он посмотрел, что новый стоит в районе тысячи с копейками, я говорю, я его отремонтирую за 500, как бы и вас устроят и меня. На этом мы порешали, по итогу я уехал, и сейчас вы увидите ремонт. Первое, что я сделал, безусловно, это разобрал блок питания, снял крышку и посмотрел, что к чему, почему и за что держится. Убедившись в том, что действительно с конденсаторами все плохо, я дальше продолжил разбирать блок питания, впоследствии выпаял их. У себя в закромах нашел два электролита, которые подходят, и при этом они есть с небольшим запасом. Электролиты, которые стояли по умолчанию, были на 2200 микрофарад и на 16 вольт. Я же поставил 2200 на 35 вольт. И при этом это не какие-то непонятные, а джамиконы, которые действительно работают, хорошие, качественные. Перед этим я их обязательно проверил и установил. Впаял их на исходные места, опять же, они были больше по размерам, пришлось их немножечко подогнуть, но это не проблема. После чего старую термопасту я удалил и нанес термоклейпасту для установки светодиодов. У них хороший теплоотвод, проблем никаких не бывает. У меня до сих пор они, светодиоды приклеены к данной термоклейпасте и никаких нареканий у меня до сих пор нет. Так что перегрева однозначно не будет, блок питания я обратно собрал, смонтировал, оставил на день для того, чтобы работать уже с нормально приклеенными транзисторами на выход. А на следующий же день я присоединил к нему маленькую RGB ленту, подключил, все работает, оставил на час, проверил, что все в порядке, ничего никуда не вылетает. После чего ремонт закончен, осталось только поставить. Все, всем спасибо за просмотр, удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. Как я говорил, ремонт очень прост. Успехов!